Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельный выпуск программы «Автомайн новости». Международный обменник валют компании «Автомайн Бэйс Ченч» на этой неделе совершил уже 500-й обмен валют в розничном секторе и 1000-й обмен в рамках обязательных контрактных договоренностей холдинга с компаниями-контрагентами. Следует также отметить, что в данный момент ведется активная работа по расширению функционала данной торговой площадки и добавлению популярных криптовалют. Обменник «Автомайн Бэйс Ченч» также получит горячую международную телефонную линию, что позволит повысить сервис компании для своих клиентов. Новости международной электронной платежной системы «Эдвакэш». После недельного моратории на покупку депозитов в валюте «Эдвакэш-доллары» руководству холдинга удалось достигнуть договорных отношений с руководством платежной системы «Эдвакэш». Следует отметить, что пополнение средств теперь осуществляется через партнера-агрегатора. При этом комиссии за все транзакции холдинг полностью берет на себя. Также в связи с контрактной работой через агрегатор теперь существует лимит на максимальную разовую транзакцию – 5000 долларов. Количество транзакций не ограничено. На этой неделе завершается интегрирование криптовалют в платежный сервис холдинга. В рамках программы тестирования было принято решение остановиться на двух популярных представителях этого сегмента, которыми являются Биткоин и Эфириум. Далее будут добавлены многие популярные ликвидные криптовалюты, представленные во всем мире. В присутствии этих платежных систем заметно упростит работу партнеров Европейского Союза и партнеров из США. Также в связи с дополнением криптовалютного платежного инструмента возобновился диалог с партнерами из Индии и Индонезии. Лидеры и топ-менеджеры из этих стран выразили огромную благодарность за содействие холдинга «Автомайль» в сотрудничестве и предоставление возможности вести совместный бизнес с этими странами. После полноценного подключения криптовалют и полного прохождения режима альфа-тестирования на все сервисы холдинга будет добавлен встроенный автоматический переводчик. Первоначальный перевод всех ресурсов будет доступен на трех языках – русский, английский и немецкий. Далее планируется добавление французского, испанского и турецкого языка. Новости благотворительного фонда «Автомайн Мир». Подготовка к официальному открытию благотворительного фонда подходит к концу. На этой неделе получены последние сертификаты и разрешительные документы по деятельности фонда. Также на этой неделе были полностью реализованы и интегрированы все платежные системы благотворительного фонда. Руководитель холдинга Александр Фирсов выразил особую благодарность всему коллективу, который трудился в этом направлении. Также глава компании отметил высокий профессионализм и стремление коллектива работать с высокой самоотдачей. На этой неделе руководитель холдинга Александр Фирсов провел ряд совещаний с коллективом программистов, маркетологов и руководителя рекламных отделов всего холдинга. Основной первостепенной задачей совещания был поставлен срок по скорейшему выходу релизов сразу нескольких новых сервисов холдинга, а именно мессенджер Майнвойс, электронная платежная система Майнкэш и завершение работы над блокчейном криптовалюты Майнпоин. В ходе совещания были дополнены некоторые функции данных сервисов. Также были предложены новые технические решения, позволяющие оптимизировать работу данных сервисов в больших масштабах. На сегодня это все новости. Всего вам доброго. До свидания.